Привет, друзья! Подписывайтесь на Телеграм, становитесь спонсором на Ютубе. Кнопка и ссылка под видео. Перестановки в правительстве Гаврилицы будут. Об этом заявил председатель платформы Да, Дино Плингео в эфире передачи «Тема» с Людмилой Бельченковой на телеканале «Первой в Молдове». «Я не то что думаю, я знаю, что перестановки в правительстве будут», заявил Плингео. Представитель не сообщил, откуда у него такие источники осведомленности, но уточнил, что мы очень информированные люди. При этом политик подчеркнул, что с этими перестановками не нужно долго затягивать. Чем скорее будут проведены перестановки, тем лучше будет и для страны, и для правящей партии», – добавил Плингео. Председатель платформы Да отметил, что, по его мнению, в первую очередь нужно отправить в отставку Виарелла Гречио, министра сельского хозяйства. Также Плингео выразил недовольство работой министра здравоохранения Немиренко, но уточнил, что пока на ее отставке не настаивает. В нынешней исполнительной власти кадровые перестановки просто необходимы, поскольку некомпетентность некоторых министерств ставит под угрозу проевропейский вектор Республики Молдова. Так считает бывший посол Юрье Ренице, по мнению которого ошибки власти способствуют приходу к власти политических сил левого толка. Ренице предлагает власти проявить гибкость и сотрудничать с людьми, не входящими в партию, иначе пророссийские реваншистские силы могут захватить большинство в парламенте. Экс-депутат Юрий Ренице говорит, что ПДС обладает всей властью в государстве. Но реформы запаздывают из-за отсутствия компетенции и политической воли. По словам бывшего посла, ошибки власти благопрепятствуют левым силам, которые консолидируются и получают политический капитал из-за плохого управления кризисами, с которыми столкнулась Республика Молдова. У них невероятное присутствие в парламенте. 63 мандата. У них президентура, правительство. У них есть все, почему мы не видим реформ. Если были уничтожены схемы, если больше нет воровства на высоком уровне, то где же деньги? Эти деньги должны бы оказаться в государственном бюджете. Я хочу, чтобы ПДС переуспела, но из-за некомпетентности многих министров она укрепляет коррупцию. Из-за некомпетентности оказывается покровительство и реваншистским силам. Пятая колония, которая наступательно, проходит к власти. Опросы уже вызывают тревогу. Всего через год на первый план выходят Дадон и Шор. На первый план выходят московские. Крайне левые партии, сказал Ренеце в эфире передачи. Резо Матко и Лена Пигару на Риле ТВ. Юрий Аринице говорит, что в команду правительства должны входить профессионалы, а не лица, отобранные по критериям партийной покорности. Через год после вступления в должность есть министры, которые действуют как сотрудники НПО. Отсутствие опыта и компетенции очевидны в нынешнем правительстве, за исключением двух-трех министров. Случайные люди зато послушны и политически включены в ПДС. Нынешняя власть самоизолировалась, она не общается с людьми вне ПДС. Но это большая ошибка. С выступлением в акт управления необходимо проявлять гибкость и готовность к диалогу и сотрудничеству, чего не происходит, добавил дипломат. Спикер парламента и лидер партии ПАС Гроссу ранее также признал, что некоторые министры в правительстве ПАС не справляются с ситуацией. Гроссу заявил на частном телеканале, что работа некоторых министров ниже возложенных на них ожиданий, но предпочел не говорить о конкретных лицах. Справедливо, что на определенном этапе проводится оценка членов правительства. Я думаю, что госпожа премьер, министр, сделает это. Она проведет оценку областей. Есть сферы, в которых все идет быстро, и есть области, в которых все может идти быстрее. На каком-то этапе, естественно, задавать вопросы, сказал Гроссу. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok